Таксим, название главной площади Стамбула, где проходят массовые выступления турецкой оппозиции, стало синонимом этих событий, как во время арабской весны в Египте Тахрир, название главной площади Каира, стало синонимом пальмовой революции, свергнувшей режим президента Мубарака. Таксим и Тахрир антиподы, в том смысле, что Таксим это протест представителей просвещенного европеизированного городского среднего класса, недовольного курсом правительства на исламизацию Турции. Тахрир же в итоге привел к власти в Египте партию братьев-мусульман, которая взяла курс на исламизацию страны. Курс, который, как показывает исторический опыт, бывает трудно совместим с демократией. А ведь как радовалась, если не сказать умилялась революционная общественность во всем мире арабской весне. Историческая память, увы, коротка. Многие европейские, американские, да и отечественные интеллектуалы подзабыли, как когда-то в 79 году они приветствовали революцию в Иране, свергнувшую иранского шаха. Но очень скоро, вместо просвещенного прозападного автократа, пытавшегося, тем не менее, проводить социально-экономические реформы и, замечу, добившегося немалых успехов на пути модернизации страны, у власти в Иране утвердился жестокий теократический режим. Очень быстро пожравший героев революция гораздо быстрее, чем это обычно происходит по странному закону истории после революционных событий в той или иной стране. Не прошло и года, как в Иране установились порядки, на фоне которых нравы шахских времен выглядели вполне вегетарианскими. Дело даже не в том, что лежит на поверхности. К примеру, принудительное ношение чадры всеми женщинами, включая иностранок, сухой закон, запрет носить галстуки, ограничение на использование интернета или спутникового телевидения. История Ирана после исламской революции – это история кровавых репрессий. Против политических оппонентов правящего исламского духовенства и просто инакомыслящих. Арестов, показательных политических процессов, публичных казней, приговоренных к смерти в Иране, любят вешать на площадях с помощью подъемных кранов. Иранская эмиграция – одна из самых больших в современной истории, сопоставимая, скажем, с эмиграцией из России, включая Украину после революции 1917 года и гражданской войны. Иранская эмиграция насчитывает 5 миллионов человек. Ежегодно Иран покидают по оценкам 150 тысяч человек, в основном образованных представителей среднего класса. Все предыдущие попытки хотя бы минимальной косметической либерализации иранского режима сурово пресекались с правящими мулами. Вот и к очередным президентским выборам, состоящимся в Иране в минувшую пятницу, не были допущены многие кандидаты, в лояльности которых имелись хотя бы малейшие сомнения. Но система, похоже, дала сбой. Хасан Раугани, единственный политик-реформатор, фамилия которого была в итоге включена в избирательный бюллетень, то ли по недосмотру, то ли в качестве уступки общественному мнению, уверенно победил. «Иранцы ликуют», передает из Тегерана наш специальный корреспондент Андрей Цыплиенко. У этой страны теперь есть новый президент и появилась новая надежда. Похоже, сегодня ночью в Тегеране отменили правила дорожного движения. Водители победно сигналят и размахивают вот такими плакатами с изображением Хасана Раугани. Сотни тысяч людей вышли на улицы иранской столицы, чтобы поприветствовать нового лидера, а заодно и попрощаться со старым. За нарушение правил сегодня не штрафуют. Полиция с народом ликует в ожидании перемен. Пешеходы танцуют на сплошной двойной. Сигналы клаксонов не для них. Три коротких, потом еще два. В ритме фразы, которую скандирует улица. «Ахмади, бай-бай». «Ахмади Нижад, до свидания, бай-бай». «Мистер Ахмади Нижад, уходи». «Мистер Ухани, мой президент». Махмуд Ахмади Нижад уходит в прошлое, растеряв за два президентских срока багаж доверия избирателей. «Наши враги, особенно западные страны, они говорят до этого, что на выборах не будет участвовать народ, не будет свобода. Но, как сейчас видите результат, это счастье народа». «Ахмади Нижад оказался красной тряпкой для разъяренного Запада. Из-за его антизападной риторики страну обложили эмбарго и причислили к оси зла. А ведь он мог бы стать и символом технологического прорыва Исламской Республики. При нем Иран вошел в клуб космических держав и громко постучался в двери ядерного. Цена вопроса – бремя санкций, которые поставили страну в разряд изгоев». «Мы не думаем о ядерном оружии. Нам нужна ядерная энергия, а не ядерное оружие». «Я считаю, нам не нужна ядерная энергетика. Сейчас у нас другие приоритеты». За 8 лет президентства Махмуда Ахмади Нижада национальная валюта обвалилась более чем в 3 раза. На черном рынке за доллар дают 36 тысяч реалов. В этом обвиняют уходящего президента. Есть и такие, у кого к Ахмади Нижаду и более серьезные претензии. «Я надеюсь, теперь из тюрем выпустят всех политзаключенных, как выпустили и моего мужа». Именно это и обещает Хасан Роухани, активный участник исламской революции и бывший главный переговорщик по ядерной проблеме, которому когда-то удавалось договариваться с Западом. В его победу не верил ни один аналитик. Внешне Роухани ничем не отличается от консерваторов. Традиционная одежда, тюрбан, борода. Но его слова звучат почти революционно. «Это победа, победа мудрости и умеренности, победа роста и осторожности. Это победа, приговор экстремизму и нетерпимости». Иранцы привыкли. Победа на выборах достается тому, кому благоволит религиозный лидер Аятала Али Хамэнеи. По слухам, его фаворитом был жесткий консерватор Саид Джалили. Для него даже создали специальную должность. Представитель Аяталы на ядерных переговорах. Эксперты по Ирану утверждают, за спиной у Джалили стоят могущественные силы, исповедующие в отношениях с Западом принцип. Чем хуже, тем лучше. Они зарабатывают десятки миллиардов долларов в год на серых схемах торговли, в обход международных санкций. И хотели бы, чтобы санкции сохранялись вечно. Впрочем, консерваторы у избирателей уже не в моде. После победы Роухани, может быть, у нас появится больше свободы и справедливости. Свобода свободой, но исламскую революцию здесь не принято критиковать. До 79-го страной правил шах. Тогда Тегеран за свободные нравы называли Восточным Парижем. Восстание против монарха возглавил популярный в народе имам Рухала Хамини. С тех пор на выборах иранцы ходят голосовать в мечеть. Выборы в стране победившего ислама имеют свой особенный колорит. Там, где участки располагаются в мечетях, для мужчин избирателей отведена одна сторона храма. Женщины голосуют за президента на своей половине. За избранного президента Хасана Роухани проголосовало рекордное количество женщин. Отличительная черта его женского электората – фиолетовые платки. Сторонницы консерватора Саида Джалили предпочитают черный хиджаб. Мы любим нашего духовного лидера имама Хамини и готовы умереть за его идеи. Поэтому голосуем за Саида Джалили. Буквально на глазах суровое лицо Исламской Республики становится более снисходительным. Еще недавно женщину за супружескую измену могли казнить через побивание камнями. Теперь становится популярным институт временного брака. В специальном агентстве можно расписаться на одну ночь, а утром – развестись. Но основные религиозные символы остаются незыблемыми. Курье Хадеи изучает ислам и преподает его основы студентам. Ношение хиджаба она объясняет необходимостью и не считает строгий дресс-код консервативным. В нашем непростом мире хиджаб – это форма защиты женщины, а не символ доминации мужчины. Под хиджабом женщина чувствует себя в большей безопасности, чем без него. Ни одна женщина в Иране не имеет права появляться в публичных местах без платка на голове. Исключений не бывает. Правда, некоторые дамы ухитряются покрывать голову так, что платок едва держится на макушке. Это считается признаком свободных нравов и либеральных взглядов, которыми принято делиться в кафе и ресторанах. Местные заведения отличают отсутствие алкоголя и непременный портрет духовного лидера. В остальном все как в Европе. Кавалеру угощают дам и ведут с ними разговоры не только о выборах. У вас получается веселье без алкоголя? Даже очень хорошо. Даже с танцами, с музыкой и всем остальным. Врач-терапевт Светлана Хаританчук работает в одной из лучших клиник Тегерана. 13 лет назад украинке из Бердичева пришлось стать мусульманкой. Так требует закон. Хочешь замуж за иранца, принимай ислам. Такой этап, конечно, есть. Но все-таки там, где человек родился, с какой религией, нельзя за один день просто поменять всю веру во все и вся. Но должен сам человек прийти к этому. Я думаю, со временем. А вы пришли? Ну, пока еще нет. Елена Бабаева делает карьеру в торговой фирме. Сумев привыкнуть к чужим традициям, она стала в Иране своей. Работа, муж, двое детей. Формула семейного счастья бывшей харьковчанки. Выборы Елена не пропустила и терпеливо отстояла очередь перед урной для голосования. Иранцы большие патриоты. У них высокое самосознание. Моя свекровь пришла в гипсе на костылях. Мы ее подвозили всей семьей. Нынешняя президентская кампания в Иране оказалась рекордной еще и по количеству печатной продукции, рекламирующей кандидатов. Правда, ее судьба вполне предсказуема. Предсказуемо все эти призывы и лозунги в конце концов утрамбовываются вот в такие мешки и отправляются на свалку. Один предвыборный митинг дает работу целой бригаде мусорщиков. Здесь мы собрали 200 кило макулатуры. После выборному этапу благоустройства иранской столицы блюстители чистоты пока не могут приступить. Стихийное ликование по случаю победы Роухани не прекращается вот уже сутки. Андрей Цыплиенко, Вадим Ревун, Тегеран. Подробности недели. Телеканал Интер. Мы сегодня не случайно так подробно говорим о событиях в, казалось бы, бесконечно далеком Иране. Потому что в действительности речь идет фактически о региональной сверхдержаве, которая находится не так уж далеко от границ Украины. Стране с территорией почти во всю западную Европу и населением почти как в Германии. Стране, располагающей колоссальными запасами нефти и газа, больше чем в России. И стремящейся к обладанию ракетно-ядерным оружием. От перемен политической конъюнктуры в Иране, например, могут существенно измениться цены на энергоносители. А это уже напрямую коснется и Украины, и всех наших граждан. А угроза международной безопасности, которая потенциально может исходить от Ирана, тем более не оставит нас в одиночестве. К примеру, сегодня в западной прессе появились сообщения, что Иран может направить в Сирию 4000 военных, которые будут помогать правительственным войскам в борьбе с вооруженной оппозицией. А отсюда уже полшага к эскалации сирийского конфликта, который сегодня, по общему мнению, представляет главную угрозу для мира во всем мире.